В этот раз в закрытом парке Из них управляют совсем маленькие пилоты И действительно в большинстве случаев Участниками мото-заездов являются дети А раз так, то влечение вольно или невольно Захватывают всю семью Александр Кузнецов является одновременно И механиком, и тренером, и папой Нынешние условия соревнований оценивает Как удовлетворительные Это бывает и похуже, когда грязи побольше Сейчас снежочек, лед, все отлично Если резина позволяет, шипы хорошие То прекрасная трасса Участие в таких соревнованиях являются По сути первыми шагами в большой спорт Технические требования к мини-байкам не сильно сложные Цены на них в сравнении с профессиональными агрегатами Также относительно небольшие А потому участие в гонках может позволить себе Практически любой, в том числе и новичок Я здесь на тренировке Ну а вообще впечатление от трассы, как оцениваете ее? Хорошо, здесь здорово, мне нравится Но я не профессионал На соседней трассе также кипят страсти Гонки на выживание, по сути, единственный вид Автомобильного спорта, где разрешен И совершенно не наказывается контакт автомобилей На таких боевых коней без слез не взглянешь Конечно, у каждого из них есть гражданский прототип Но в этих гонках эстетика принесена в жертву практичности Конкуренты просто валят Ну люди умеют ездить, молодцы Вообще специалисты, профессионалы Я вообще в стороночки еду, в стороночки от всех Я пока только учусь По сути, правила подготовки автомобилей Касаются только его удара прочности Детали и агрегаты не требуют специальной амалогации Как это принято в профессиональном спорте По сути, участвовать в гонках на выживание может любой Но столь увлеченных, как показывает практика, не очень много В нынешних соревнованиях приняло участие всего 14 пилотов К сожалению, в России любительский автоспорт развит не так, как, например, в Германии или Финляндии Где в гоночный уикенд на трассе собирается до 100 непрофессиональных пилотов Но если вы отважны и любите адреналин, добро пожаловать в экстрим-парк горки Подобные соревнования проводятся здесь регулярно Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ